Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Оля. Сегодня хочу вам рассказать о тех ароматах, которые я носила в мае и в апреле месяце. Май очень тяжелый для меня месяц. Очень много дел, очень много всего. Я постоянно сижу в компьютере, в телефоне. Все мои уроки практически проходили онлайн. Вот только в понедельник наконец-то я вышла один день на работу. Так все происходит онлайн и у меня очень устают глаза. Мне часто болит голова. В общем, тяжко, но прорвемся. Поэтому ароматы, конечно, были выбраны не случайно. То же самое в апреле было. Очень много всего. На улице холод. Постоянно идет то холодный ледяной дождь, то сегодня град был. Потом становится чуть теплее. Потом я снова одеваю свою зимнюю короткую куртку. Кто смотрит мой инстаграм, вы видели. Золотая моя теплая зимняя куртка. Она, конечно, короткая, но все равно она очень теплая. В общем, давно такого не было, чтобы в конце мая я не вылезала из зимней куртки. Короче говоря, поэтому ароматы, которые я здесь собрала, знаете, я удивилась, что их, во-первых, не так много. А во-вторых, они вот очень как-то, знаете, подходили вот в это время, когда вот тяжело, когда холодно, когда устаешь и так далее. В общем, первый аромат, который я очень-очень часто ношу и в апреле, и в мае, и вот очень часто действительно тянется рука. Это новый Шалемар фильтр или фильтре де парфам. Я думаю, что все-таки фильтр де парфам. Слушайте, он обалденный. Я очень-очень вам рекомендую его затестить. Я знаю, что в России он пока не продается. Но если появится, или если у вас есть возможность заказать его на каком-то сайте в Европе, то сделайте это, особенно если вам нравится классический Шалемар. Хотя мне кажется, что даже людям, которым не нравится классический Шалемар, вот эта версия может подойти. Он обалденный. Посмотрите, у меня 50 миллилитров, сколько осталось. Видите, сколько я использовала за буквально два месяца. Очень нравится, очень красивый. Вы знаете, вдыхаешь его и понимаешь, это французские дорогие духи. Очень красиво. Цитрусы звонкие, вот эта сладость. Все настолько мягко. Красивая цветочность, какая-то пудровость. Ну, ваниль, конечно же, в базе. Это очень красиво. Вы знаете, вот чем-то, чем-то по направлению, по звучанию этот аромат мне напоминает Карамандель от Шанель. Они, конечно, разные. Здесь кожа с цитрусами, с ванилью. Здесь пачули с цитрусами. Может быть, цитрусы здесь чем-то звучат похожим образом. Вот они звонкие, очень красивые. В общем, ароматы, конечно, разные, но по настроению и по звучанию есть в них что-то общее. Вот этот маленький флакончик мне подарила моя подруга. Кто смотрит Инстаграм, вы опять же все видели. И подруга мою, и вот этот маленький флакончик. Здесь на дне, слушайте, ну я влюбилась в этот аромат. Вот если вам нравится Карамандель, послушайте обязательно и этот. Вот, и знаете, я удивляюсь, пачули-то я не очень на самом деле и люблю. Почему мне вот так понравился Карамандель, я не могу объяснить, но это обалденно сделано. То же самое вот с этим ароматом. Очень красиво, очень советую протестировать. Вот, так что с удовольствием пользуюсь и буду пользоваться. Забыла сказать, что когда прохладно на улице, он звучит более колко, цитрусы более колкие. Когда на улице теплее, то он раскрывается, конечно, бесподобно. Он становится более мягким, более пудрово-цветочным. Очень красиво. В общем, буду его продолжать носить и в июне, и в июле, если не будет слишком жарко. Так, еще один аромат, который я часто ношу, это Анна Биетруш от Латафа. Я все названия, как обычно, внизу оставлю. То же самое с этим ароматом. Посмотрите, сколько осталось здесь во флаконе. В общем, я им активно пользуюсь. Он мне поднимает настроение. Это тот аромат, который очень похож на Бакара Руш 500-540. И я даже бы сказала, что он больше похож на версию в экстракте. Это, конечно, не одно и то же, но очень похоже. Очень приятная земляничная сладость. Здесь много шафрана. Действительно много. Это нужно любить. Но, в общем, аромат сладкий, очень приятный. Он мне почему-то поднимает настроение. Вот его легко носить. Он не грузит, он не давит. Вот наоборот, знаете, он дает такое хорошее, веселое, какое-то беззаботное даже настроение. Ну, по крайней мере, так он действует на меня. Напишите, пожалуйста, как он действует на вас. Потому что я знаю, что у многих моих подписчиков он появился после моего рассказа. В общем, классный. Знаете, он мне полностью закрыл все мои желания покупать Бакара Руш или Экстракт. Потому что они супер дорогие. Это бюджетно, это классно, красиво, стойко. В общем, я им очень-очень довольна. Классный аромат за 35 евро, по-моему. Очень классный. Так, следующий аромат сопровождал меня, когда мне было немножко хреново. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но были такие моменты, что я думала, боже мой, ну что... Так, пришлось прерваться, открыть дверь почтальону. В общем, на чем мы остановились. Так, по-моему, мы остановились на абоните Мулинар. Этот аромат я носила часто вот именно в мае, когда у меня очень много было стрессовых ситуаций. Очень много каких-то нервов. В общем, я не буду сейчас сильно вдаваться в подробности. И нужен был аромат, знаете, который будет очень сильным, который будет поддерживать. И это у меня как раз абонита. То есть я, знаете, вот интуитивно просто вот хваталась за этот аромат. Я его носила и днем, и вечером, и даже на ночь. Я наносила его на ночь. Такое бывает вообще редко. И вот действительно он мне дает вот такое ощущение, знаете, что это вот аромат броня. То есть он как-то защищает, он поддерживает, и он очень, очень как-то мне подходит. Но не даром это мое парфюмерное я на данный момент. В общем, аромат, сразу говорю, очень на любителя. Боже мой, ну он такой красивый. Абоните, кстати, в этом году ровно 100 лет. Сейчас, кстати, к юбилею вышел красный флакон. По-моему, это лимитка вот именно 21-го года абонита точно в таком же флаконе, только ярко-ярко-красного цвета. Выглядит, конечно, очень красиво. Хотя я ярко-красный цвет не очень люблю. Вот в черном, конечно, флаконе, мне кажется, она выглядит очень даже хорошо. И черный флакон ей очень подходит. В общем, конечно, я, как обычно, рекомендую вам познакомиться с этим ароматом. Он очень непростой, он очень яркий, он очень запоминающийся. И вот он, с одной стороны, и успокаивает, и придает, знаете, какой-то силы и энергии, и защищает. В общем, это очень интересно. Может быть, это, скорее всего, это чисто мое восприятие. Если у кого-то он есть, и наши впечатления совпадают, напишите мне, пожалуйста. Мне будет очень-очень интересно почитать. Вот на меня он действует именно таким образом. Он поддерживает, он помогает. Знаете, один раз я даже его носила вместе с «Амбар Султан» от «Серж Лютен». Это было вообще впервые. Вы представляете, такая смесь термоядерная. Абонита и Амбар Султан. И было мне отлично. Чувствовала я себя просто замечательно. Вот такое вот бывает. Я, если честно, сама немножко в шоке. Но вот такое бывает тоже в жизни. И вот такие вот ядерные смеси иногда действительно как-то поддерживают. Так, следующий аромат. Тоже часто его ношу. И буквально вчера его носила. И ношу очень часто. Слушайте, не ожидала, если честно, что этот аромат я буду носить так часто и с таким большим удовольствием. Это от «Букет» от «Ланком», который у меня появился совсем недавно. Слушайте, аромат обалденный. И несмотря на то, что я не являюсь любителем роз, вот эта роза мне очень нравится. Вот это сочетание с чем-то таким шоколадно-кремовым. Это очень красиво. Вот эта сладость. Мне, если честно, поначалу казалось, что я такой аромат не потяну и часто носить его не смогу. Потому что он достаточно яркий, достаточно сладкий. Но мне очень нравится его носить. Знаете, мне очень нравится. Я слышу его сама от себя, вот при повороте головы. Это так красиво. И он меня не душит, он меня не напрягает. И вот это опять же такой аромат яркий, опять же придающий сил и энергии. И при этом просто очень-очень красивый. Потому что очень рада, что он у меня есть. И что я его так часто ношу. Вот честно, не ожидала. Потому что когда у тебя огромное количество ароматов, и когда вот это что-то такое необычное, как от «Букет», то, конечно, думаешь, ну, будет лежать, зачем я купила. А тут оказывается, что вдруг раз, и вот аромат пошёл. И вот очень часто его ношу с большим удовольствием. Зато аромат, который мне вообще не пошёл, я его один день носила. Боже мой, он мне выил просто мозг. И я весь день его слышала на себе. Он оказался таким стойким. И я весь день думала, боже, зачем я его нанесла. Это вот товарищ Эллиен. Эллиен Мираж. Лимитка. Этот Эллиен мне вначале очень понравился. Но когда я его нанесла, может быть, всё дело в том, что было прохладно. И это была не его погода. То, что он стойкий, я вам точно могу сказать. Потому что он меня раздражал весь день. Чем он меня раздражал? Что-то я в нём, опять же, услышала такое синтетическое, назойливо, такое, знаете, прямолинейное. Вот, в общем, это не то, что аромат просто со мной диссонировал, хотя это тоже. Но и вот какая-то синтетичность. Слушайте, ну я, опять же, не ожидала. В общем, в этом месяце какие-то у меня, видите, с ароматами странные вещи творятся. Я ему, конечно, даю шанс и буду его носить в более тёплую погоду. Я думаю, что дело именно в этом. Но, конечно, не ожидала, что вот будет всё настолько тяжко. Меня редко раздражают ароматы. Я могу носить много чего. И вот тут, знаете, первый раз, когда вот аромат неявно мешал. Но я думаю, что в более тёплую погоду с ним у нас как-то взаимоотношения наладятся. И последний аромат, тоже ношу его часто, с большим удовольствием. Вот здесь всё совпадает, всё в порядке, ничего не напрягает. Очень красивый аромат. Вот он именно даже не только красивый, он благородный, он элегантный, он дорогой. Опять же, вот красивые французские духи, знаете. Это настолько элегантно и он тончённо. Опять же, не для всех, понравится не всем, поймут не все. Но я думаю, многим понравится. Это Суар де Люн от Сисли. Очень классный. Я его долго хотела. Я его хотела более года. Думаю, не буду его даже сильно описывать. Очень приятная здесь медовая сладость. Очень много мха. Хотя мха, по-моему, стало меньше. Раньше он был ещё более такой термоядерный. Но это шипр. Это очень красивый медовый шипр. С удовольствием ношу. Рада, что у меня бутыль в 100 мл. Потому что я с ним подружилась. С удовольствием ношу. И опять же, думала, что он меня будет напрягать. Думала, что под такой строгий, благородный аромат нужно соответствующим образом себя чувствовать. И быть одетым и так далее. Но нет. Оказалось, что в носке он, по крайней мере, мне так показалось, что в носке он несложный. И он мне опять же поднимает настроение. Вот аромат просто красивый, благородный. И аромат, который поднимает настроение, не грузит. Обалденный. И очень красивый флакон. Рада, что он у меня есть. Вот прям люблю, не могу. Вот такое было видео. Я надеюсь, что я не слишком долго все это объясняла. Потому что у меня голова немножко болит. И как-то сложно сконцентрироваться. Сложно нормально рассказать. В общем, ладно. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие ароматы вы носили. Что думаете об этих ароматах. Есть ли они у вас. В общем, пишите все. Я с удовольствием все читаю. Всегда стараюсь ответить. И подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Кстати, ссылка на инстаграм мой тоже будет внизу. Под этим видео. На телеграм-группу внизу. В общем, все как обычно. Жду ваших комментариев. Всем всего самого-самого хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok